Какими, на ваш взгляд, ключевыми качествами должен обладать инноватор и кто такой инноватор? То, чем занимается Сколково, это, на мой взгляд, инновации в международном понимании, когда собирается большое количество энтузиастов, которые делают что-то, что нужно всему человечеству в виде отдельных людей, где людей. А инновации, которые возникают в крупных корпорациях военного назначения или там энергетического назначения, они делают, в принципе, глобальные инновации, которые сложно даже назвать инновацией, это инвестиции в большие крупные проекты по формированию новых технологий. Поэтому они трудно назвать инновацией. Поэтому с точки зрения активной деятельности для инноваций в общепринятом плане, это ученые-изобретатели, даже, можно сказать, одиночки, которые с энтузиазмом выполняют работу, которую они сами придумали и не обращают на значимость того изобретения, которое они сделали. Будет ли это нововельская премия или это будет просто маленькая вещь, которая нужна людям. Они получают от этого удовольствие, это их сфера потребления. И большие инноваторы. Это огромные коллективы национальных лабораторий, крупных союзных институтов, академии наук и тому подобное. Там это люди системные. Индивидуальность там важна, но она важна как роль личности в истории. Но это, в первую очередь, системные люди, которые умеют управлять большими коллективами научных сотрудников и ставить глобальные задачи и их решать. Поэтому оба вида инноваторов нужны. Корпорация в основном занимается нашими глобальными инновациями, которые являются частью инвестиционного процесса. Но за время участвуем в Сколково, потому что все равно глобальные инновации стоят из конкретных мелких проектов и могут принести пользу. Один из основных вопросов сегодняшней встречи – это то, каковы главные барьеры, что мешает инновационному прорыву в России сегодня. Ну, мешает только одно – нет инновационного климата. Причем государство сделало абсолютно все для того, чтобы сформировать финансовые условия для формирования такого инновационного климата. Но этого мало. Для климата… Климат Земли формировался миллионы лет. Климат Америки десятки лет после военных, когда они интегрировали в себя большое количество ученых, которые эмигрировали во время Второй мировой войны. Российские – они воспитывались здесь для решения военных задач. Поэтому важен не объем финансирования, не институты развития – это тоже хорошо. Но пока они занимаются чисто финансовыми инструментами. А можно делать не только финансовые. Развивать систему мотивации, понимать, поощрять людей. И, самое главное, ученые должны стать значимой фигурой в обществе. Как это сделать? Ну, в свое время в Советском Союзе это удалось сделать. В Европе это удалось сделать. И сейчас там, хотя упал рейтинг ученых с глобальными финансистами, но еще остался на уровне. Америки – та же самая. Активно развивается, конечно, рейтинг науки и технологий в странах, развивающихся типа Бразилии и Китая. Там они специально поднимают этот статус. Поэтому климат для этого нужно время. Он создастся, инструменты все есть. Надо воспитывать, надо воспитывать молодежь. Создавать климат. Ну, в связи с уже сказанным, какие первоочередные задачи, которые необходимо решить институтам развития, и в частности Сколково, для модернизации экономики? Сколково один должен быть вопрос. Но оно немножко опережает события. Сколково – это не только стартапы. Сколково должно стать не только механизмом для создания малых форм инновационного развития, инноватики. Это нужно, но этого мало. Сколково должна задать примеры внутренней кооперации из-за действия на межфункциональных основах любых коллективов по количеству и по качеству, которые занимаются наукой инноваций. То есть быть площадкой. Просто площадкой. Для этого есть возможности. Есть возможности. В принципе, ничего не нужно делать. Нужно продолжать то, что делается. И будем надеяться, что вырастет и дерево. Под названием наук. Большое спасибо.